Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Добрый вечер. Прямо сейчас, согласно информации из Фейсбук, происходит демонтаж лежачих полицейских, которые были установлены еще только сегодня на трассе здоровья. У меня один вопрос, кто будет дырки заделывать, за чей счет это все? О трассе здоровья, консультативном совете и многом другом поговорим с нашим гостем. Ольга Квасницкая, депутат Одесского городского совета, присоединилась к нам. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем начнем разговор, напомню телезрителям открытой линии для голосования. Спрашиваем вас сегодня о следующем. Как можно уменьшить количество ДТП в Одессе? Три варианта ответов. Повысить штрафы, улучшить дорожную инфраструктуру, разрешить самосуд. Ольга, самое интересное, что на трассе здоровья, которая сейчас за моей спиной, мы обнаружили сегодня вот эти, ну можно сказать, прекрасные, наверное, все-таки лежащие полицейские, которые неожиданно нашлись, кстати. И вот на идеально ровной практически поверхности теперь будут зиять дырки, потому что их устанавливают специальными костылями. Кто будет их заделывать, ваше точка зрения? А тот их устанавливал. И опять же, это нужно задавать вопрос руководству СМЭПа, потому что сегодня в хамской форме, я бы сказала, мне был дан ответ, на каком основании вот эти полицейские появились на трассе здоровья. Мне было, знаете, какой ответ надо? Мне нужно чаще ходить на аппаратные совещания, оказывается. Это официальный ответ по СМЭП. Да, и что есть распоряжение низкого головы, чтобы вот эти полицейские у нас были установлены на трассе здоровья. Возникает вопрос, для чего? От кого? Там что, можно ездить? Якобы снизить скорость движения велосипедистов. А, велосипедистов. То есть мы защищаем трассу здоровья и пешеходов от велосипедистов. Я сколько там ходила, меня велосипедисты, слава богу, не сбивали. Были случаи, действительно, были случаи, когда велосипедисты сбивали людей. Ну, слушайте, это же не защита. Вот это не защита. В любом случае, если я буду ехать на скорости, то я буду ехать на скорости даже при вот этих ограничениях, если у меня уже совсем печально с головой. Поэтому за чей счет, кто это сделал? Надо, конечно же, проводить отдельное служебное расследование, как мы с вами все время и проводим. К сожалению, это неэффективное использование денежных средств бюджета, если это было сделано все-таки за городской бюджет. Хотя служебное расследование должны не мы с вами проводить. Они не хотят, вы же видите. Ни одно мое заявление по проведению служебного расследования, по разным фактам и фактам нарушающим, кричащим, где есть четкое нарушение законодательства, не было проведено и доведено до конца. Вообще его не было. То есть это отписки, которые на сегодняшний день просто вводят нас с вами в такое депрессивное состояние. Потому что я не понимаю. Законным способом мы не можем добиться ни расследования, ни наказания, ни отстранения чиновников. Все вот как-то так вот печально. Давайте, к слову, послушаем, что думают одесситы. Касательно вот этого нововведения. Наши корреспонденты сегодня утром побывали на трассе здоровья и спросили мнение горожан. Прошу вывести опрос на экраны. Если поставили, значит, наверное, надо. Предусмотрено кем-то, что нужен, допустим. Все зависит от человека. Если он нормальный, он будет везде нормальный. Это не для кого-нибудь секрет. И даже она дырчики проедет, как угодно. Я сам в шоке. Там неудобно на повороте и на подъеме. Человек крутит педаль, а потом надо. Я просто думал, там только одну поставили напротив туалета. Там на повороте, а здесь, пожалуйста, неудобно. Кто будет нарушать, тот будет. Власти, власти здесь, конечно, не правят. Мешает, наверное, для пешеходов удобнее, чтобы их не сбивал. А так, в принципе, нормально. Никаких проблем особо я не почувствовал. Со стороны безопасности пешеходов, конечно, я думаю, да. Потому что есть любители прибавить ходу, а кто-то солидарен с пешеходами. Нормально, на повороте нужно скоро сбавлять. Неудобности, ну, нет, считаю. Ну, безопаснее будет. Ребята, в любом случае, ну, дети увлекаются больше, и посбивают. И тут свараж малый. Все правильно, я ничего. Я за. Все правильно. Это не дурно придумано, кстати. И для машин, и для велосипеда, и для всего. Ольга, удивительно то, что мы наблюдали вот с этими полицейскими. Посмотрите. На отрезке 5-километрового асфальтового покрытия без статуса по незащищенной парковой зоне мы увидели монтаж неутвержденных конструкций. В городской области так все работает? Ну, очевидно, да. Видите, сегодня, вчера поставили, сегодня снимаем. Нет, так я говорю о том, что статуса у дороги нет на самом-то деле. Нет статуса у дороги. Статуса у дороги там официально. Ну, смотрите, давайте так. Трасса здоровья, она закрыта, да. Закрыта для того, чтобы там мы могли кататься на автомобилях. Но, тем не менее, есть распоряжение городского головы, где там транспорт, есть возможность допуска транспорта, если это рестораны, кафе, инвалиды. Для обслуживания. Для обслуживания этой территории. Возможно, поставили, чтобы от них уберечь жителей. Я не знаю, не могу вам сказать. Знаю одно, что если мы видим с вами, есть дорожка велосипедная, я своим детям всегда говорю, что не нужно по ней ходить. Нужно учиться культуре, поведении и в этом месте. Что нужно ходить отдельно. И для этого, в общем-то, также за наши деньги с вами были плиточкой ограждены специальные тротуарные места, где можно было по тротуарам ходить. Если хочется именно по трассе пройтись, по асфальтному настилу, пожалуйста, но только не по дорожке, где велосипедная часть, только по пешеходной части. Это культура. И вот такие ограничения нужны на дорогах, вы понимаете, а не на трассе здоровья. Вот я хотела сейчас привести пример. У нас есть французский бульвар, мы все знаем. Есть киностудия, которая не пошла на сотрудничество, потому что мы знаем, что подъезжают автомобили. Там есть непосредственно данные киностудии, но она закрыта всегда. И я ставила вопрос сотрудничества, чтобы поставить ограничения, чтобы автомобилисты, которые не уважают пешеходов, прекратили ставить свои автомобили на тротуарах, потому что маломобильная группа населения и велосипедисты, которые там ездят все время под угрозой попасть под трамвай, либо попасть под автомобиль. Руководство киностудии не пошло на встречу, но пошло на встречу руководства. И мы два года утверждали схему, два года, чтобы вы понимали. Утверждали год схему, и второй год мы пытаемся ее реализовать. Так я хочу вам сказать, реализовано частично. Мы поставили забор, ограничительный забор между трамваем и пешеходами, но дальше, если вы видите часть, где заезд идет в киностудию, там нет ни клумб, как по схеме, ни ограничений, что позволяет дальше вот таким некультурным автомобилистам ставить на тротуаре свои автомобили, тем самым нарушать правила дорожного движения и нарушать наши права пешеходов. Ольга, вы прям хотите все и сразу. Да, вот видите, но я обещанного три года жду, и вот так и жду, и звоню, но мне хамят, как всегда, потому что, знаете, я... Кто бы хамил? Непосредственно руководитель СМЭП, он сказал, что это не его задача устанавливать клумбы, это зеленотрест. Я говорю, подождите, схема разрабатывалась вами. С управлением дорожного хозяйства вы поставили себе за цель это все сделать. Почему же вы тогда не довели до конца? Кто должен эту схему до конца реализовывать? Я не получила ответ. Возможно, вы должны взять за ручку представителя одной службы, за ручку представителя другой службы, соединить их и проконтролировать. Вот представьте себе, да, но есть схема. Вы взялись за нее, за эту схему, вы ее согласовали, вы поставили часть ограничений, чего же вы не закончили. Если это не ваша компетенция, позвоните тому, в чьей компетенции это находится. Но почему одесситы? Почему я постоянно, как, вот, извините за слэм, как собака, я постоянно бегаю, прошу, и прошу малое, не вот это вот непонятные конструкции на трассе здоровья, прошу ограничений и клумбы для того, чтобы наши тротуары стали комфортными и транспортные средства не ставились на наших тротуарах, потому что она для пешеходов. Хочется верить, что вас в этом вопросе услышат. Есть еще одна тема, консультативный совет по охране культурного наследия, который состоялся сегодня. Давайте объясним телезрителям в двух словах, что это за совет, для чего собирались. И почему его собрали там? Ну, консультативный совет, это дурачий орган, который состоит из представителей, архитекторов, историков, ученых, решают вопросы выявления и постановки на учет памятников культурного наследия. Это памятников истории и памятников архитектуры. Да, действительно, сегодня в очередной раз был перенос важных вопросов по Удельному переулку. И мы помним, вы также этой темой занимались, что в Удельном переулке находится единый на юге Украины комплекс, который содержит памятники архитектуры и памятники истории. И вот сегодня, наконец-то, два года нашей вот такой сложной борьбы с застройщиками, потому что застройщики хотят застроить эту территорию, нам удалось все-таки, взывая к членам консультативного совета, принять учетную, разработанную уже у ТОПИК, это управление охраной помяток, учетную документацию на аптеку, как в нововыльванный объект истории и проголосовано единогласно. И таким образом, 23-го числа в Министерстве культуры ждут учетную документацию на аптеку и ждут документацию на комплекс, который также сегодня рассматривался. И с небольшими корректировками, с учетом нашей документации, которая разрабатывалась по заданию громады, и по учетной документации, которая разрабатывалась экостроем, господинам Сухановым будет принято во внимание управление. Наши авторские права мы передали сегодня управлению при ОГА. Таким образом, я надеюсь, что не будет манипуляций и подмены понятий, как до сегодняшнего дня. Мы с этим сталкивались, почему и так боролись дома. А кто проводил эту подмену понятий? Для чего? Застройщик через определенных лиц. У меня нет, к сожалению, доказательств. Я не понимаю... Как вы считаете, в чью пользу это пытались сделать? В пользу застройщика. Какого? Непринятие. Праймс Бизнес Групп. У нас градусловия выданы в 2016 году на застройку этого помещения, которое в Удельном переулке сегодня рассматривалось. И мы именно аптека. Почему камнем преткновения стал сегодня вопрос аптеки? Потому что аптека является частью недвижимого имущества, которое принадлежит сегодня Национальной Академии Наук, и которая по инвестиционному договору передала его под застройку Праймс Бизнес Групп. Таким образом, я думаю, сегодня небольшая победа, но, знаете как, это выигран бой, но еще мы... Вы думаете, дальше придется сражаться? Я думаю, что еще нам нужно отстоять в Министерстве культуры, на экспертном совещании на Раде. Рассмотрен будет этот вопрос, чтобы внести его в реестр памятников, и только тогда можно вздохнуть свободно и легко. И то, держать ухо востро. Скажите, насколько вы ожидаете противостояния от застройщика? Ну, смотрите, здесь противостояние может быть только лишь с позиции релезной громады, которая на сегодняшний день все время и ставила нам палки в колеса, потому что она снимала вопрос рассмотрения аптеки в 2017 году, и только жители своим требованием заставили включить в повестку дня этот вопрос. И теперь, сегодня заявление от меня ушло как заказчика, должно быть еще заявление на управление от религиозной общины. Если религиозная община напишет на управление, что свои права, она также передает управлению религией, для того, чтобы подготовить общую комплексную документацию учетную и отправить в Минкуль, тогда у нас все с вами, в общем-то, получилось. Но это время покажет. Удельный переулок – это единственный вопрос, который сегодня рассматривался? Нет, 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 еще было два вопроса. Один вопрос также касался моего избирательного участка. Это Ясное-4, насколько я помню, для того, чтобы взять под охрану и флигеля, которые там есть памятник местного значения. И вот стал вопрос о флигелях, являются ли памятниками. И я очень рада, что сегодня на консультативном совете было единогласно принято решение, что это такие памятники с флигелями и должен быть под охраной. И вопрос касался также, второй вопрос – это реставрации. Видите, я уже, потому что я считаю, что это все-таки реконструкция. Это реставрация в Воронцовском переулке. Собственник пять лет уже пытается оформить документацию на реабилитацию. Вы имеете в виду дом с одной стеной, так называемой? Да, на реабилитацию, как называется сейчас, реабилитацию этого помещения, этого объекта. И на сегодняшний день было проголосовано также консультативным советом дать ему добро на проведение реставрационных работ, учитывая согласование с Минкультом. Есть историко-градострительное обоснование, проект и экспертизы. То есть в ближайшее время там начнутся работы, и, к сожалению, мы можем снова увидеть столкновение. Ну тут вопрос какой? Посмотрим, потому что здесь я не уверена, что это касается с одной стеной. Мне кажется, это не этот объект. Что было предоставлено... Но в любом случае, если, общаясь со специалистами, я бы, что пришел к выводу, что можно трактовать и сойтись на золотой средине договоренности любой. На следующем существует панорама, развернутая панорама вот этих улиц, существуют фотографии старые. Если человек, который купил и владеет законно этой недвижимостью, приведет ее в исторически правильный вид, то какие могут быть претензии? Ведь даже около дома с одной стеной находился небольшой флигель. Вот если бы его восстановили в том виде, в котором он был, то он бы тогда вписался в этот, собственно, ансамбль. Здесь однозначно нужно давать возможность восстанавливать. Главное, чтобы это не приводило к реконструкции. Потому что реконструкция – это не восстановление, не реабилитация и не реставрация. Реконструкция – это изменение тех форм, что может повлечь за собой и увеличение объекта. В том числе. В том числе. Вы знаете, у нас тоже в Удельном переулке выданы градостроительные условия ограничения на реконструкцию данного здания. Но здания находятся по Удельному переулку, а застроить хотят буквой «Г» до стадиона «Динамо», забирая у нас зеленую зону. Это называется реставрация у них, вернее, реконструкция у застройщика, а у нас это новое строительство. Вот и все. Всегда идет подмена понятий, поэтому здесь нужно быть очень осторожным, понимая, за что голосуешь и что принимаешь. Мы вас поздравляем с частичной победой, желаем дальнейших успехов. Благодарим за то, что спасибо вам. Победа не может быть частичной. Действительно, выиграна битва, но не сражение не может быть частичной. Ольга Квасницкая, депутат Одесского городского совета, была нашим гостем. Прервемся на несколько минут, после вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok